Я видела, как словом убивают, я видела, как словом раны лечат, я видела, как словом утешают, как словом душу хрупкую калечат, я видела, как словом радость дарят, я видела, как словом дарят слезы, как слово может послужить ударом, как слово может превратиться в розу. Не с языка слова у нас слетают, они исходят из глубин сердечных, слова гремят, как гром, иль тихо тают, порой обдуманы, порой беспечны. Мы сами говорить с собой не будем, слова даны нам Богом для общения, и со словами мы выходим к людям. Что мы несем, печаль или утешение, от слов, что нами сказано, тепло ли, или холодно пахнет на чью-то душу, что сеем мы хорошее, плохое, от наших слов кому-то хуже, лучше. Из одного источника не могут потоки сладости и желчи лица, а мы благословлять способны Бога и теми же устами ранить ближних. Слова Иисуса были с благодатью, и сладостью уста его дышали, словами мог спасать и исцелять он, где б ни был он, к словам Христа бежали. Он лишнего не говорил и злого, он ничего не добивался криком, не лгал, не унижал, не пустословил, он словом добрым в душу мог проникнуть. Он обличал, но сам терзался болью, слова Христа, о нет, не убивали, не посыпал он чьи-то раны солью, слова Христа с любовью врачевали. Он никогда в словах не ошибался, он не спешил со словом торопливым, он в поисках слов нужных не терялся, а иногда Иисус был молчаливым. Кто говорит, что Иисуса знает, тот должен быть внимательным и чутким, тот не допустит, чтобы искра злая слетела с уст, боль причинив кому-то. Кто говорит, что Иисуса знает, тот должен на Иисуса быть похожим, на чьи-то раны лить бальзам, не уксус, и слов своих ошибки видеть строже. Слов наших может быть мало или много, но пусть из уст любви текут потоки, что сказано с любовью, то от Бога, что без любви, то из других истоков. И кто воистину Иисуса знает, тот будет осторожен в каждом слове, словами утешая, обличая, в речах своих любовь Христа покажет. Аминь.